Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал! Добавил DimaTorzok 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 такой интересный проект. На выставке представлено какое-то кошмарное количество произведений, 60 вещей. У нас ветер, автор, так вот плотно забивает выставку, и некоторые вещи пришлось интересные даже отложить, потому что невозможно в таких небольших помещениях выставить еще больше. Я очень благодарен Евгению Орлову, который мне помогал советами с перемещением каких-то произведений выше, ниже, правее, левее. Все это как-то так еще больше повысило эстетику выставки. Мне нравится, что это абстракционизм. Я как-то 35 лет назад примерно с таких же вещей начинал, и тоже спортано. Это мы не учили, это было запрещено. Я когда учителям показывал свои первые такие творческие работы, они от меня шарахали и говорили, зачем тебе таким заниматься лучше, этого не надо. И так получается, что где-то с 1974-1975 года вот примерно такую композицию я преподаю и в детских садах, и в художественном колледже, и в институте, и в частных занятиях, потому что это очень интересно, и это как бы возвращает действительно автора самому себе было столетие первой абстрактной картины, которую написал Василий Кандинский. Так что дело не умерло, дело продолжается. Мне очень нравится, что это именно молодой художник. Это первая его персональная выставка. Мне бы хотелось вот так поддержать его, чтобы это была и не последняя его выставка. тем более он охватывает широкий спектр творчества, и фотографии, и дизайн, и интерьер, и грачка, и любви. В общем, пока есть силы, и пока карлинар показывает, что еще большой длинный путь, жизненный, и будут преодолеваться, видимо, не одни лабиринты, а вторые, третьи, четвертые. В общем-то я очень доволен выставкой и считаю, что благодарен тебе за то, что ты меня послушал, нес работой, обсуждали. Вообще, необычно легко делалась выставка. Вот как-то мы как будто давно знали друг друга, и советовались, и не было никаких конфликтов, спортов. В общем, выставка родилась сама с собой. Человеку, который участвовал активно в этой выставке, поддерживал, я думаю, частично это сконсор выставку, да, и потом он. Можно? Мы с вами, мы с вами, это первая часть в кинотеатротческих мастерствах, которые мы организовали, и поэтому не только в нашем участии, касается Тимофея, но и других шли на посты. Мы старались, чтобы вам было интересно, чтобы вы посмотрели, в каких жанрах мы работаем. я хочу сказать, что легко ли нелегко это было делать, может быть, это нелегко, но Николай Сычев и Евгений Ворлов нам помогли чрезвычайно, потому что это, правда, наш первый опыт, очень сложный, мы очень многому научились, хотя, я думаю, что до конца не поняли, какой это сложный и серьезный процесс организации настоящее пространство, подбор работы. То есть мы безмерно благодарны, что мы встретили таких людей, которые отозвались на творчество, к Тимофею, поддержали наши идеи и помогли как-то двинуть этот паровоз, который все как-то стоял на запасном пути, вперед. То есть безмерная благодарность. И было очень интересно работать, и я просто очень рада, что мы нашли людей, которые зазвучены нам, во стиле работы, и мы как-то попытались пристроиться. Нам очень повезло, что у нас в гостях американский профессор из Ричмада, из университета. Он крупнейший специалист современного русского искусства. Мне очень нравится, что он все-таки здесь. Может, пять тысяч слов вы скажете, что так. Спасибо. Тем более, совсем недавно открывали. Еще одно. По названию «Простые вещи». И в этом фильме старый актер того времени сказал молодому человеку, что нам пора уступить новым прищелцам. И я думаю, что вот это относится к этой выставке. Потому что, как я вижу, вот Тимофей уже кое-что понимает о жизни. о том, что он должен сделать. Он должен заниматься поисками того, что имеет значение. И он выражает все поиски вот образными такими, штрихами, разными. И я считаю, что это очень важно. И я поздравляю вас с этой выставкой. Спасибо. Фанатик современного искусства, особенно русского. Но я знаю, как он любит вот это все современно. хорошо, что молодые художники все-таки стали появляться в Санкт-Петербурге. Потому что очень большая проблема в последнее время. То, что люди, которые, к сожалению, заканчивают художественное училище и вузы, они вот в такое чистое искусство практически не идут. И вот наблюдая выставки в центральном выставочном зале, в различных коммерческих галереях, в культурных центрах небольших, в общем-то, молодежи практически нет. И повторяются одни и те же имена из выставки и выставки. И в галереях те же самые имена. За небольшим исключением мы на Пушкинской пробе инвестируемся в программу с молодым художником. Словом, что и просто сами художники нас находят, поэтому я хочу просто пожелать дальнейших творческих успехов. И слава Богу, что есть желание творить, есть желание работать, а все остальное придет. И слава Богу, что есть такой дан. У нас есть место, где выставляться, поэтому мы всегда всех приглашаем. Самое главное, чтобы приходить вовремя, вовремя подавать заявки на проекты, на выставки, потому что, к сожалению, в Питере очень мало мест, где можно выставиться, и выставиться практически бесплатно, поэтому вот я вас все просим больших вам успехов. Всем большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok, я буду очень рад в Мафии, мы уважаем здесь все специалисты, зрители простых дней, здесь все будут за месяц выступать. Поэтому я обобщу видителей радости и радости, если мне понравилось все это. Вот, я обобщу художественные отворы. Есть рай, есть сад, есть парадисты, парадисты, но на земле эти понятия разнятся. В твоем творчестве вы следите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, кто еще хочет господину? Может, мне еще? Талантливым учеником в моей группе, особенно с отелями на студенном классическом стоп-портрете, хотя во всех видах и жанрах был очень успешным талантливым учеником, и, в общем-то, таким и остается. Мы очень рады, и поздравляем. У меня очень широкий спектр работ, вот, моя лицензия спереди, это вещи. Вот, поэтому я даже не ожидала, честно говоря, и очень восхищена, конечно, очень приятно. Спасибо. Спасибо. Полагаю, что талант будет развиваться, потому что детей быстро при ихнопом и с талантом будет все в отече. Вообще, заставляют заниматься тем, чем дети не хотят. Спасибо. Видимо, иначе не произошло год для родителей. И вот так вот, сегодня у меня праздник, я думала, когда я делала на работу, и мне доделала вот эта смелость, такая, я бы сказала, отчаянность в технике разной. Все это как-то очень смело экспериментируется, смешивается. И не могу сказать, конечно, меня все работы потрясли, но вот что же бросается в глаза, это такая открытость и умение муникулировать вот этими видами и всевозможными. так что это было сладко. Продолжение следует...